не гвоздья не жезла друзья сегодня речь пойдет о том как поменять моторное масло в автомобиле если у вас нет ямы и как это сделать правильно вот масло сзади меня автомобиль сейчас я вам буду все рассказывать чтобы сделать вот это вот расстояние от нища до земли больше я спереди оставил один домкрат приподнял машину и с другой стороны сделал то же самое тоже поставил еще один домкрат то есть я машину приподнял и спокойно могу залазить под днище для того чтобы не маляться на холодной земле я положил вот вот такие вот тушилки теперь беру шестигранник на 12 одеваю на пробку для слива масла и вот пожалуйста все удобно он пошел я его открутил теперь чтобы масло не пролилось на землю не было пятна возле дома я подкладываю такую вот чашечку вырезанную из канистры сейчас я вот отключу пробку и масло у нас польется прям туда есть чуть-чуть разлил не попал ничего страшного всего масло спокойно вытекает так друзья теперь я откручиваю масляный фильтр он тоже затянутый ничего пойдет теперь ждем пока масло сольется еще у многих возникает такой вопрос в двигателе остаются в поддоне остатки масла как их оттуда полностью вытянуть если нету шприца я вам покажу две фишки первое это мы отсоединяем сейчас бронепровод от катушки и буквально секунду сейчас мы прокрутим стартером чтобы остатки масла которые находятся в маслонасосе они слились вниз то есть выгнали двигатель выгнал их вниз и они сольются это первая фишка вот буквально секунду сейчас я крутну двигатель и все и все остатки масла практически будут слиты фишка это мы снизу еще не закрутили пробку берем свежего масла буквально ну грамм 300 и заливаем его туда объясняю для чего это делаю для чего мне это рассказали новое масло сейчас вытеснить старое все масло черное сойдет а потом будет сливаться чистое масло и когда чистое масло пойдет значит все все грязное черное масло вышло то есть смотрите все черное масло вышло уже идет у нас светленькое золотое масло все грязного масла у нас там не осталось друзья перед тем как ставить фильтр масляный это вот место посадочное желательно хорошо протрите тряпочкой сухой без ворсы хэбэшка подойдет чтобы она чистенькая была протер не чистая берем масляный фильтр наливаем у него масло много не буду ну и хорошенечко смажу вот эту вот резиночку многих говорят не надо наливать масло фильтр якобы там порвется фильтрующий элемент все это бред ребят всю жизнь лили и деды и я лью и ничего с ним не будет ничего там не порвется новый масляный фильтр на месте закручен поставил горловину и теперь будут заливать масло я принципе это снимать не буду потому что одной рукой не очень удобно вот наливаю масло потом буду проверять уровень и запускать двигатель так сейчас запустим двигатель все лампочка потухла сейчас мы выйдем проверим уровень масла немножко нож течет проверяем уровень масла что у нас тут у нас масло чуть выше минимума но ночью стечет утром мы еще пускай на машина ночь постоит утро мы проверим уровень если что подольем друзья вот и закончилась замена масла на замену масла в домашних условиях без ямы и без и сто у меня ушло ну минут 30-40 не больше у нас сейчас цены поднялись заехал на сто ради интереса узнать сколько стоит замена масла 700 рублей 700 рублей до нового года было 500 сейчас 700 рублей снять фильтр открутить болт снизу слить масло залить но 800 рублей офигеть вот смотрите вот и считаете сэкономил 700 рублей да что я еще рекомендую меняйте масло не так как пишут там по регламенту там каждый 10-15 тысяч менять масло чаще а правильное менять масло это по моточасам но к сожалению на семерке такой функции у меня нету я меняю на семерке масло каждые пять ну максимум шесть тысяч километров пробега но не более даже вот я его слил масло но черная я просто я уже перелил канистры надо было заснять не успел масло черное даже после пяти тысяч пробега километров чернющая ребят также чем чаще меняйте масло тем лучше для двигателя то что там говорят о масла по 20000 ходят там 25 все это бред чем чаще тем лучше но с вами был канал автогараж 23 подписывайтесь ставьте лайки жду ваших комментариев